40 миллиардов рублей может получить Самарская область на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал Николай Меркушкин на второй большой пресс-конференции в должности губернатора 63-го региона. Она стала рекордной по продолжительности 5 часов. В зале собрались 280 представителей 115 изданий, среди которых 40 блогеров и тележурналисты. В разговоре затронули практически все сферы, в том числе и работу исполнительной власти. Олег Зверев тоже задавал вопросы. Пять часов в прямом эфире. Хронометраж нынешней пресс-конференции губернатора растянулся больше предыдущего, в основном за счет активного участия блогеров. Их пришло 40 человек, в прошлый раз был всего один. Сначала Николай Меркушкин рассказал о видеоконференции с президентом по вопросам образования, которая только что завершилась. А опыт Самарской области был признан достойным изучением. Дальше пошли вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы, любые. Первым прозвучал вопрос об оценке работы правительства. По мнению главы региона и некоторые министерства и руководители муниципалитетов пока работают инертно. Иногда дело доходит до абсурда. В частности, это касается программы обеспечения жильем ветеранов, которая в Самарской области была фактически сорвана. Впрочем, федеральные власти готовы дать еще один шанс. Мне доложили тоже факт очередной. По Шигонскому району, когда ветеран, участник войны, его не поставили на очередь, контрольное управление выехало по сигналу с места. Человек выиграл суд, чтобы его поставили на учет. Вот администрация Жигоновского района подала в суд второй инстанции, чтобы отменить это решение. Понимаете, у меня, я вот позавчера сказал, у меня складывается такое мнение, или это саботаж с чьей-то стороны, да? Или это, ну, такая дикость, которой никакой логики, ну, уже нет. И более того, есть федеральный бюджет, мы знаем, продолжает сейчас пока эту программу, в том числе знает, что в Самарской области получился здесь определенный провал, мягко скажем, да? Что сейчас вот документам предварительно там сразу 800 миллионов рублей выделяется, там, восьмая часть денег по стране выделяется для Самарской области. Часто приходится действовать в режиме, что называется, ручного управления. Почему для того, чтобы отремонтировать крышу или забор в селе, необходимое вмешательство первого лица области, непонятно. Многие вопросы приходится решать в режиме ручного управления. И это особенно видно во время ваших поездок по селам, по районам. И иногда дело касается вот таких вот, ну, там, крыльцев у больницы, например, или томографов. Как вы оцениваете, долго ли придется вот так вот в ручном режиме? И когда, наконец, заработает система? Самарская область в таком состоянии, что ручное управление будет работать, я думаю, долго. Как минимум 3-4 года. В таком достаточно активном режиме. А так ручное управление будет работать всегда. Но в каких объемах? Или все управляется вот вручную, или что-то корректируется постоянно, да? Многодетным семьям в течение 2-3 лет выделят земельные участки. Молодые семьи уже в этом июле-августе получат положенные им выплаты на жилье. Один и тот же вопрос про ремонт дорог звучал несколько раз. Впечатление такое, что задающие его блогеры не слушали предыдущих ответов. Самарская область вошла в десятку лучших по исполнению указов президента. И решение задач, поставленных в послании губернатора, идет в плановом режиме. В конце прошлого года вы обратились к депутатам губернатской думы и ко всем жителям региона с посланием. И сейчас с этого момента уже прошло почти полгода. И хотелось бы услышать именно вашу оценку, собственно, как реализуются задачи, поставленные вами. В обществе достаточно активно пошло движение. И, на мой взгляд, это самое главное. Самое главное. Люди, абсолютное большинство людей, по моим ощущениям, восприняли это правильно и, может быть, с удовлетворением. Что касается, что там сделано, что не сделано, конечно, сделано пока там далеко-далеко не все. Есть уверенность, что мы по ряду направлений точно будем достаточно активно двигаться дальше. Журналисты делились своими впечатлениями от недавнего пресс-тура в Мордовию, которая в течение последних лет превратилась из отсталой республики в регион столичного типа. Говорили, что во многом это заслуга главы региона. Теперь Николай Меркушкин считает главным своим делом другое. Что для вас главное дело в вашей жизни? Спасибо. Теперь главное дело в моей жизни это сделать что-то такое в Самаре, чтобы самарцам на долгие годы приносило это, ну, скажем, пользу на этом отрезке времени. Когда-то главным делом в моей жизни было другое, а сейчас вот другого нет. Олег Зверев, Алексей Вильмискин, Новости губернии.